Магазин на мультиками. На диване. На диване. На диване. Магазин на мультиками. Так вот, что это у меня за стопочка здесь лежит? Характеристики и дополнительные фотографии или видео какие-то записи я прикреплю к экрану, а ценники наверное все-таки пропишу в описании. Точно, так скорее всего и будет. Чуть у нас это за рюкзак. Грудной стяжки здесь нету, например. Я пытаюсь определить из какого сусека я это выскрип и что с этим рюкзаком так или не так. Здесь нет грудной стяжки, но если кому можно, нужно, мы ее поставим. То есть нет здесь поясного ремня, но возможно на этом 20-литровом рюкзаке он нахер бы как бы и не нужен. Сделан этот рюкзак из 500 кордуры. В лямках стоит пенка Ева. Усильно-преусильно даже лишние разы. То есть нафига это? А, это не серийная же модель, я забыл сказать. Вот, поэтому... Это двоими ручками собраны? Да, это некие предсерийные, скорее всего, образцы, на которых хочется, так сказать, попробовать какие-то моменты. А в серию потом идут изделия, где эти моменты фильтранулись. Например, вот этих закрепок уже в серийке нету. Смысла нету как-то их делать. Вот, хватает закрепки здесь и здесь. Ну, плюс еще несколько швов также проходит здесь по всей длине с нужными закрепками. Два валька из кордона 500. Ну, материалы я опять же все пропишу. Просто пытаюсь понять, что это за рюкзак. Был ли он в использовании, в употреблении, так сказать, да, был. Участвовал в фото-видеосъемке и я его какое-то время таскал. Ну, опять же, чтобы фото-видео сделать и попользоваться немного новым концептом. Подсумка бочонок в комплекте к нему нет, но если кому надо, можно приложить. Опять же, спрашиваете можно, но зацепы под этот самый подсумок есть. Отложим в сторону. Это был первый, да, у нас рюкзачок. А что у нас? А вот это у нас рюкзак-краб. Сделан он из оригинальной кордуры 750-й плотности. Она примерно как южнокорейская 1000-я кордура ощущается. Мастексы, ленты, опять же, фото-видео все есть в характеристике. Пояс я здесь не вижу, стяжка есть, но пояс, скорее всего, где-то лежит в коробке. Я его достану, то есть он будет с поясом в комплекте. О, вижу зацепы под подсумок бочонок. Скорее всего, он находится внутри. Давно не проверял. Да, есть он еще с первыми зацепами. Сейчас зацепы немного другие попроще, без фурнитуры практически. Так зацепляется. Самые первые, то есть я решил избавиться от фурнитуры, поэтому в серию именно такой рюкзак не пошел с таким бочоном. Ну и рюкзак маленько изменился. В серии в наличии есть, да. Также можно это все на сайте посмотреть, на сайте RPS-шмель и думаю о рюкзаке. Здесь стоит тоже Ева в лямках, но толщиной уже сантиметр. Здесь восьмерка. А, нет, здесь шестерка. Здесь шестерка, здесь десятка, а сейчас мы используем восьмерку. Но хочется опять перейти на шестерку. А мне какие размеры идут? Тебе какие? Для девочек, что ли? Да вообще зачем? Пусть мальчики таскают за вас рюкзаки. Чего тебе париться? Это был второй лот. Так, а это у нас что такое? Ага. Это, значит, такая переходная модель от тактики была в каком-то таком более городском рюкзаку, но, естественно, с каким-то снаряженческим подтекстом. Это даже не по текстам, а прям снаряжение. Только без ячеек всяких. Ну, люди так спрашивают. Говорят, сделайте такой же, но без ячеек. Пожалуйста. Это, наверное, переходная фаза такая была. Попробовали, сделали. Ну, куда он дальше не пошел. Он новый. Никто его не носил. Стяжечка. Это что такое? Это поясной ремень. Поясной ремень в лямках лива. О, здесь уже видим. Закрепочки только в этих местах стоят. Ну и по классике, по классике. Он так сгибается с диваном. Тоже кармашки здесь, так сказать, нового образца. Этот, этот как первый практически, но он уже совсем предсерийный образец. Был немного в использовании. После видеосъемки участвовал. Ходил я с ним в лесок. С ним, скорее всего, в комплекте идет и подсумок. Сейчас, прихом, был бы поясок. Здесь вот не широкие ленты стоят, а просто пробовал вот такие вот зажимочки, так сказать. Кольца из шоккорда. Так, стяжка здесь есть, пояс есть. Ну, в общем-то, рюкзак, слушай, я даже сомневаюсь, был ли он в использовании. Ну, по крайней мере, состояние-то у него очень даже годное. Я думаю, что он даже новый. Что у нас еще есть? Ага. Вот такая вот штуковина. С поясом, со стяжкой, в лямках Ева. Тут все по классике. Это была какая-то пробная модель. Нужно было по-быстрому сообразить простой рюкзак в мультикале. Все, чтобы был простой, простой, простой. Просто для того, чтобы загрузить туда какие-то вещи. Никакой организации, по-моему, там внутри нет, если не ошибаюсь. Пояс съемный. Не буду его сейчас снимать, дергать. Фото опять же приложу. Растягивается он на полную катушку. Вот такая вот штуковина. Никакой внутренней организации. В спинке пластик, вставленный через технические, при помощи технического кармана. И подкладка везде. А, еще один остался. А я такой, ну вот и все. 40 минут, говорю он. Нет, там еще есть. Да, елы-пал. А, там сумки остались. Нет, сумки, часть сумок там, часть там. Но все-таки сегодня на рюкзаках. А что это там лежит такое? Я, пожалуй, даже не знаю, открывать или не открывать. Быстрее, быстрее открывать. Нет, я действительно... А, всякие штуки. Ой, это чехольчики. Дожди видела. Белый. Рюкзак. Вот такой вот рюкзак. Просто было интересно собрать такой рюкзак. Он идет в комплект с подсумками. Он идет с подсумками вместе. Так, тут уже бочонок не крепится, но все, короче, с ячейками здесь вокруг. Помедленнее мы не успеваем. Неестественно расположенная для меня ручка. Но было интересно. В принципе, для такого объема я бы ее здесь, в принципе, так и расположил. Именно для такого концепта. Потому что здесь два, в общем-то, больших отделения. И есть куда ручку по-нормальному впихнуть. И ничему она не мешает. Забавно разглядывать старые изделия. О, ну здесь карман с пенкой. Светлая сетка. Светлая сетка. Здесь карман из сетки. Здесь, о, здесь есть технический карман. Видимо, сюда можно вставить пенку, например, 4 миллиметра, которая торчит здесь. Что здесь еще есть? Какие особенности этого, так сказать, не пошедшего в серию концепта? Здесь есть карманы. Они точно такие же, как и снаружи. То есть сюда можно какую-нибудь фигню большую запихать. Типа всякой большой фигни. А, ты не видишь? Ты не видишь? А я думал, камера везде просто плавает. Ну, понятно. С одной стороны карман и с другой, то есть. Ох, вернуть руки. Так, еще есть здесь заднее отделение. Давай глянем, что там. Охо. Там много липучки. Карман широкий. Видимо, здесь планировались широкие. Вот он. Я думаю, сантиметров 8-10. Если кому-то нужно, можно, могу отдельно. Не хочу сейчас ничего делать, просто так в комплект, да. Может быть, человеку нужно что-то... Тут можно упаковать целый дом. Ну, какой-то не очень большой. Все пожитки. Да, запросы, если хотите, я могу вам доделать какие-нибудь подсумки на липучке. Или какую-то там организацию. Какие-то организационные панели, так сказать, да. Неужели. На обратной стороне которых находится ответ на часть, крючковую часть липучки. Здесь петельная. Ну, этим оттек большой. И также им просто можно пользоваться, и все. Поль съемный, стяжка есть. Есть в лямках изолон 500. Усилялок здесь еще, хоть и нет, но здесь все усиленно-преусиленно. И под этой планкой еще здесь прошиты то есть лямки. Поэтому не париться по этому поводу, что они куда-то денутся. Вот. Поль съемный. Все. Что? Все, закончили мы, да, этот магазин на мультикаре? А, нет. Сумки? Ладно. Есть еще. Слушай, давай потом. Ну, остались уже мелкие вещи, типа. Ну, ладно. По сумкам. То есть кому-то надо, то есть я в личку, то есть можете... Ладно, по диван скажи. Диван не продается. Ты хотел сказать, к рюкзакам в комплекте. Ну, если кому-то надо, продадим.